Плюс семь за окнами, но заезды в летние лагеря никто не отменял. Как нам сообщили в Минобре региона, в лагере Орленок, куда дети прибыли накануне, есть отопление. Остальным советуют брать теплые одеяла и вещи. Переносить заезды не планируют. Тем более массово заезжать в лагеря дети начнут после 8 июня. Всего в этом году будут работать 470 лагерей дневного пребывания, 351 профильных, 60 загородных, 54 оздоровительных и 6 санаторно-оздоровительных. Отдохнут в них почти 100 тысяч детей. На сегодняшний день в загородные лагеря, сейчас будем говорить о них, в загородные лагеря от родителей поступило 27901 заявление, оплачено на сегодняшний день 18043. За безопасность их чат родителям советуют не переживать. От клещей все лагеря обработаны, вода и питание регулярно проверяются, кадры, как и охрану отбирали тщательно. Обещают, что скучать тоже не придется. Спортивные, экологические, туристические всего будет организовано на 40 профильных смен. Впервые в крае пройдет так называемая федеральная смена. Страна героев, да, приедут со всей России порядка 800 человек. Будет эта смена проходить в лагере юности Егорьевского района, 14 дней. Смена с 1 по 14 июня. Это смена такой патриотической направленности. Там тоже будет несколько направлений организовано. Там все очень интересно будет, вплоть до обучения боевым искусствам. В лагерях края в этом году отдохнут 500 ребятишек, детей участников СВО, а также 290 инвалидов и ребятишек СОВЗ. Дети слабослышащие, слабовидящие, с целиакии и ДЦП. В 12 лагерях для них создана доступная среда. А вот ребятишки из славяно-сербского района Луганской республики, которые отдыхали на Алтай прошлым летом, нынче поедут оздоравливаться в Краснодарский край за счет бюджета нашего региона. Решили, что туда обойдется дешевле. Напомню, основные заезды в загородные лагеря пройдут после 8 июня. Если у родителей есть вопросы по организации летнего отдыха, то задать их можно по телефону горячей линии. Он на ваших экранах. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком.